Фадеева 14. Вот из-за этого глубокого провала на дороге произошла серьезная авария, в результате которой пострадали две автомашины. Утратили способность к самостоятельному перележению. Люди в ДТП не пострадали. Авария случилась около 9 утра. Автомобиль Nissan Sunny двигался со стороны ТЭЦ-2 на Луговую. На Фадеева 14 рулевой седана заметил провал дороги, хотел его объехать, но не смог. В итоге легковушка с задним колесом влетела в огромную яму, выскочила из нее и попала навстречу, где ударила в бочину Suzuki Escudo. Затем развернулась и замерла на проезжей части. Двигался по Фадееву в сторону Луговой за машиной. Машина ушла под мост, ну и я следом слегка добавил, может километров 50 шел. В последний момент увидел колесо и яму не огороженную вообще никак. Начал оттормаживаться, машину занесло. Ну не справился с управлением, машину начал оттаскать. Влетел обоими колесами в яму, с ямы выскочил, вот из кудика зацепил. По словам рулевого Escudo, мужчина пытался избежать столкновения, увы, не получилось. Я уходил, и он меня вот здесь вот и догнал. Вот видите, где моя отметка? Я оттуда вот, я вывернул даже руля, а он меня, он меня с кользом, видите, как, как это самое, машину меня отнесло. Вот след даже видно. После того, как произошло ДТП, местный житель приволок кошачью когтеточку, чтобы другие автомобилисты не повторили печальный опыт рулевого Ниссана. Дабы издалека видели на дороге, есть препятствия, провалился асфальт. Сбрасывали скорость и удачно обруливали этот капкан. Будем искать видеоматериалы, скамер, брать видеоматериалы. Ну как-то решать вопрос с тем, что яма была не огорожена, ее видно не было. Прям в упор ее замечаешь и все. То есть, ну с администрацией что-то надо будет решать, я не знаю. Когда ее огородили уже? Огородили сразу после ДТП, подошел вообще, ну, неизвестный нам человек. Он даже на дорожную службу не был похож. Начал огоражать, вот видите, чем он огородил. Кошачья. Кошачья, да. Как иточка, грубо говоря. Следом на место аварии прибыли дорожные службы и огородили провал. Почему они раньше этого не сделали, непонятно. По словам участников происшествия, дорожники пригнали технику и хотели быстро засыпать выбоину, но дорожные инспекторы остановили их. Составили схему происшествия и акт УДС. В результате происшествия Скуда и Сани получили серьезные повреждения, обе не на ходу, покинут место ДТП в кузове эвакуатора. Восстанавливать разбитый Ниссан владелец авто не планирует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...